Ниссан Концепт 20-23 В состав которой входят некоторые младшие члены студии. Задача была простой – разработать автомобиль без ограничений, на котором они хотели бы ездить по улицам Лондона. Концепт, который они разработали – это компактный хэтчбэк, на который сильно повлиял мир онлайн-гонок. «Мне нравится, как пересекаются миры современной городской жизни, онлайн-игр и мобильности с нулевым уровнем выбросов», – сказал Альфонсо Альбайса, старший вице-президент Ниссан по глобальному дизайну. В интерьере прослеживается атмосфера гоночного автомобиля, ковшеобразное сидение, прямоугольное рулевое колесо, многоточечные ремни безопасности. Кроме того, автомобиль оснащен подъемными дверями, напоминающими Ламборгини. Хотя перечисленные выше особенности вряд ли появятся в серийной модели, экстерьер является четким намеком на направление дизайна полностью электрического преемника нынешнего Ниссан Микро. Концепт имеет стиль кузова трехдверного хэтчбэка, украшенный экстремальными аэродинамическими элементами спереди и сзади, включая низкие пороги. Направляющий воздушный поток от передней части автомобиля через отверстия для охлаждения тормозов и вентиляционные отверстия сзади. Если смотреть сбоку, Ниссан Концепт 20-23 имеет выпуклые арки колеса, заполненные большими колесами в стиле автоспорта, установленными на низкопрофильные шины. Колесные арки имеют вентиляционные жалюзи вверху, чтобы снизить давление, которое может создать сопротивление воздуха в колесном отсеке. Боковой профиль также показывает расширенные пороги, обнимающие кузов в нижней части автомобиля, а угловые прорези обрамляют воздухозаборник за передним колесом и воздухозаборник для задних тормозов. Сзади есть массивный цельный спойлер на крыше и нижняя часть, определяемая прямоугольным диффузором и горизонтальной полосой под ним. В отличие от жестких аэродинамических элементов, светодиодные фары и задние фонари, состоящие из тонкого верхнего и нижнего полукруга, придают концепт 20-23 дружественного вида, они добавляют фантастический стиль и как бы переносят в какую-то компьютерную игру. Указатель поворота является частью того же светодиодного блока полукруга, а широкая полоса под ним подчеркивает ширину автомобиля. Основные черты также включают двери, которые поднимаются вверх от основания передней стойки, наружную серую краску с текстурированной отделкой. Цифру 23 и ковш на крыше, предназначенный для обеспечения дополнительной аэродинамики автомобиля. Если убрать такие элементы, как огромные колесные арки, массивный спойлер, низковисящие бамперы и боковые юбки, то становится очевидным основной дизайн. Ожидается, что такие ключевые элементы, как большие круглые фары и задние фонари, капот и силуэт хэтчбека, будут перенесены на серийную модель. К сожалению, Ниссан не дал подсказок относительно того, какой тип электрической трансмиссии лучше всего подойдет для Концепт 20-23. Планы компании по Концепту также остаются неизвестными, но учитывая, что это шоу-кар, он вдохновит дизайн будущих электромобилей Ниссан. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк и не забывайте подписаться. Ваша оценка нам всегда будет приятно и вдохновит для нового творческого развития. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!